Израиль и Ливан заявили, что их силы предприняли несколько атак на военные объекты друг друга. Цахал нанесла авиаудары по нескольким военным объектам Хезболы на юге Ливана, включая наблюдательные посты и инфраструктуру. В тот же день Израиль убил вооруженного человека в долине Бекаа, который поставлял оружие Хамас. Ливанское национальное агентство новостей сообщило, что Израиль атаковал автомобиль в городе Аль-Хайра в западной части Бекаа, в результате чего погиб один человек. Тем временем израильский авиаудар также пришелся по портовому городу Саида на юге Ливана. О жертвах не сообщается. Это стало первым случаем нападения на населенный пункт с момента начала конфликта вдоль синей линии. Хезболла взяла на себя ответственность за запуск ракет по множеству военных целей на израильской стороне Ливана-Израильской границы, включая аванпосты и базы. Синяя линия, установленная ООН в 2000 году, простирается на 120 километров и служит для проверки вывода израильских войск из Южного Ливана. Эта временная демаркационная линия будет существовать до тех пор, пока две страны официально не установят сухопутные границы. Ливанско-израильская граница оставалась спокойной с июля 2006 года до 8 октября 2023 года, когда ливанская вооруженная группировка Хезболла выпустила десятки ракет по израильским фермам в поддержку атак Хамас на Израиль накануне, что побудило израильские силы в ответ обстрелять тяжелой артиллерии Юго-Восточный Ливан. 6 июня израильский генерал Ори Гордин заявил, что развертывание крупного наступления против Хезболлы завершено. Во вторник израильские военные заявили, что оперативные планы наступления в Ливане были одобрены и утверждены. В ответ Хезболла предостерегла от эскалации конфликта, но заявила, что будет сражаться без ограничений, если Израиль начнет военные действия. Глава ООН Антонио Гутерриш предупредил, что мир не может позволить, чтобы Ливан стал еще одним сектором газа.